МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полис обязательного медицинского страхования. Узнайте больше о своих правах и возможностях. Программе «Про здоровье» на телеканале ОТС. На что жалуетесь? Специалисты проанализировали обращения пациентов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области и страховые компании. 44 тонны донорской крови в год. Запасы есть, но остановиться нельзя ни на один день. Береги глаза с молоду. Почему важно своевременно диагностировать и начать лечение при воспалительных заболеваниях роговой оболочки? Более полумиллиона граждан обратилось в фонд ОМС Новосибирской области и страховые компании в 2015 году. 80% обращений составили заявление о выборе или замене страховой медицинской организации. Каждому пятому требовалась консультация специалистов. Большинство вопросов касалось обеспечения полисами ОМС. На долю жалоб сейчас приходится меньше 1%. В прошлом году их поступило около 450, в том числе 60% обоснованных. Специалисты отмечают снижение общего числа жалоб по сравнению с 2014 годом. Чаще всего недовольны организацией работы больниц и поликлиник. Пишут о неудовлетворительном качестве или вовсе отказе в предоставлении медицинской помощи, предусмотренной программой ОМС. Жалобы на организацию работы связаны в основном с превышением сроков ожидания диагностических исследований и консультацией врачей-специалистов, а также неудовлетворительной работой регистратуры поликлиник. В адрес территориального фонда поступила жалоба застрахованный по поводу превышения сроков ожидания ультразвукового исследования. Фондом проведена экспертиза. В результате экспертизы выявлены превышение сроков ожидания. Так, по направлению лечащего врача срок ожидания ультразвукового обследования составляет 10 рабочих дней с момента выдачи направления лечащим врачом. По факту проведенной экспертизы медицинской организации применены штрафные санкции, права застрахованные были восстановлены, ультразвуковое обследование ей проведено. Специалисты оперативно реагируют на жалобы застрахованных. В проблемных медицинских организациях целенаправленно проводится работа, чтобы выявить причины нарушений и найти пути решения. По данной жалобе сотрудниками отдела защиты прав застрахованных фонда проведено внеплановое анкетирование с целью изучения удовлетворенности застрахованных качеством оказанной медицинской помощи. И выявлено, что более половины опрошенных застрахованных прошли ультразвуковое исследование с превышением сроков ожидания определенных территориальной программы. К главному врачу медицинской организации направлено письмо с рекомендацией не допускать впредь подобных нарушений. Такая работа дает свои результаты. В 2015 году впервые за пять лет отмечается снижение доли жалоб на организацию работы больницы-поликлиник. Они составили половину всех обоснованных жалоб. Для сравнения, годом ранее их было более 70%. Если пациент считает, что его права нарушены, он может обратиться и в свою страховую компанию, и в территориальный фонд. Существует масса способов этих обращений. Они могут быть как устные, это может быть и звонок по телефону, так и письменные. Это либо по почте, либо по электронной почте, либо это обращение через сайт. То есть масса способов у гражданина обратиться за защитой своих прав. Продолжает работу и проект «Прямая линия ОМС». В поликлиниках Новосибирска установлены бесплатные таксофоны, по которым можно связаться со специалистом страховой компании или территориального фонда ОМС. К июню 2016 года в соответствии с приказом Федерального фонда ОМС во всех регионах страны будут созданы контакт-центры. Запуск проекта контакт-центра позволит, во-первых, не упустить каждый звонок, который поступает по телефону, потому что, во-первых, специалисты будут работать как в рабочее время, в нерабочее время это будет вестись запись, и потом прослушивание и связь с застрахованными. Кроме того, это позволит учитывать в единой системе все звонки, которые поступают как в страховую компанию, так и в фонд обязательного медицинского страхования. Кроме того, работа колл-центра позволит сократить время ожидания поступающего звонка с обращением гражданина. Механизмы защиты прав застрахованных в системе ОМС постоянно совершенствуются. Как часто люди с аллергией, бронхиальной астмой, гипертонией, язвенной болезнью или сахарным диабетом слышат, вылечить нельзя, учитесь с этим жить. Ашот Хачатрян, доктор медицинских наук, объясняет, наследственных болезней мало, чаще есть предрасположенность организма. А уж выстрелит или нет, зависит от иммунитета человека, от сопутствующих заболеваний. Так очень часто причиной болезней, которые считаются хроническими, становится такой, казалось бы, привычный сибирякам апистархоз. Добавляет проблем печени и обитателей дна морского. Семейство апистархисов, да, вот, ну я их образно говорю родители, есть два ребенка. Вот апистарх и клонорх. Вот апистарх, который в основном в речной рыбе, он более смирный такой ребенок, ну как бы ребенок-ботаник. А клонорх, который в основном в морской рыбе, он ребенок как бы разбойник. Он непослушный, он очень агрессивный. Паразиты заселяют желчные протоки, нарушают функции печени. А значит и симптомы могут быть самыми разными. Причина в том, что вовлечен ключевой орган тела. Он ответственен за многие биологические процессы организма. Врачи предупреждают, заразиться паразитами можно, даже не употребляя рыбу. Но ты же идешь в гости, ты идешь в ресторан, ты ездишь в другие страны, в ресторанах питаешься. А там, значит, рыба, мясо, если на одной доске, на одном столе, одним ножом, все. То есть ты кушаешь мясо и заражаешься, как будто сел рыбу. Новосибирские ученые разработали высокоэффективную комплексную методику лечения апистархоза. Она заключается в очищении организма, борьбе с паразитами и восстановлении физиологических функций организма, нарушенных в результате их жизнедеятельности. В основе активированы минеральные растворы, которые снимают интоксикацию, обладают антипаразитарным и иммуностимулирующими эффектами. Методы запатентованы в России и не имеют мировых аналогов. Боли в промежности, частое мочеиспускание. С такими жалобами пенсионер Анатолий Кирьянов обратился в больницу. Врачи поставили диагноз – аденома предстательной железы. Нужна операция. Делал операцию заведующей отделением. Я видел все по телевизору, по экрану монитора, как он все это делал. С такой профессиональной чуткостью, с тонкостью, что действительно и преподавал меня. Во время операции пациент в сознании. Спинно-мозговая анестезия, наркоз щадящий, без побочных эффектов. Врачи обезболивают нижнюю половину тела. Затем электроэнуклеация простаты. Никаких скальпелей. Хирурги используют специальное оборудование. Через мочеиспускательный канал вводят в организм резектоскоп. А вот здесь внутри подвижный элемент, так называемая петля. С ее помощью врач сталкивает ткань аденомы в сторону мочевого пузыря. Дальше ювелирная работа. С помощью так называемого марцелятора, эдакой мясорубки с крошечными ножами, врач измельчает аденому. После чего удаляет ее из организма через мочеиспускательный канал. Все манипуляции видно на мониторе. Такие операции длятся от 40 минут до полутора часов, в зависимости от размера опухоли. При этом по краям вот этого образования, аденомы, сосуды, которые могут кровить, они последовательно прижигаются. Мы просто не позволяем начаться какому-то серьезному кровотечению. В первые сутки после операции у Анатолия Кирьянова строгая диета. Пенсионеру можно только бульон и морс. Операция переносится достаточно легко. Пациент первые сутки находится на так называемой дренажно-промывной системе, когда идет промывание мочевого пузыря. На следующий день это все отключается. Он активизируется, ходит сам. Все абсолютно нормально, хорошо. Катетер удаляют на четвертые сутки после операции. Пациента сразу выписывают из больницы. По словам врачей, при традиционной полостной операции период восстановления длится гораздо дольше. Больной глаз как осложнение после простуды. Игорь Юрьевич объясняет. Районный офтальмолог был на больничном, потому пришлось первый месяц заниматься самолечением. Потом, говорит, глаз и вовсе перестал открываться. Из Колывани отправили в областную поликлинику. Диагноза никакого не было. Я приехал, думал, на обследование. Меня сразу говорят, ложись срочно и носил глаз потеряешь. Медики говорят, перфорация, то есть нарушение целостности роговицы, почти до внутренних оболочек. Такие поражения лечатся месяцами. Повреждение настолько глубокое, инфильтрат настолько уже поразил все слои роговицы, что в любом случае будет помутнение. Интенсивность этого помутнения, интенсивность рубца и бельма будет зависеть от того, как быстро нам удастся справиться с этим воспалительным процессом. На конференции в Новосибирской областной больнице офтальмологи региона обсуждают своевременную диагностику воспалительных заболеваний роговой оболочки. Объясняют, необходимо вовремя начать медикаментозную терапию. Иногда время на вес золота. Например, синегнойная палочка, попавшая на роговицу глаза, может уже за двое суток привести к необратимым последствиям. А заразиться этой бактерией можно даже через водопровод, если глаз травмирован. Недавно лежала пациентка, которая зубочисткой разделяла накрашенные ресницы. Получила травму, никуда не обращалась, промыла водичкой из-под крана. После этого одела контактную линзу и вечером пришла с жутким инфильтратом рукавицы. Сейчас в офтальмологическом отделении очень много пациентов, которые носят контактные линзы, не соблюдая правила. Например, плавают в них в бассейне. Вода попадает между зрачком и линзой, а это высокий риск возникновения инфекции. В жаркие дни причиной заболевания глаз станет купание в водоемах. Чтобы избежать непредвиденного визита к офтальмологу, говорят врачи, необходимо соблюдать элементарные правила гигиены. Качество и безопасность – два главных принципа при работе с донорской кровью. Многоуровневую проверку проводят, используя самое современное оборудование. Все для того, чтобы свести к минимуму человеческий фактор. Новосибирский центр крови недавно признали лучшим в стране. Это и неудивительно. Например, число первичных доноров на тысячу жителей Новосибирской области составляет 6 человек, а в среднем по России – 4. Доля повторных доноров в регионе выросла с 70% до 94%. За год жители области сдали 44 тонны крови. Цифры впечатляют, но обо всем по порядку. Доноры в центре крови – главные люди, потому идут они от входа и до регистратуры по красной дорожке. В 9 утра регистратура многолюдна. Так бывает каждый день, говорят работники центра крови. Увы, но 10% потенциальных доноров сюда больше не вернутся, потому что не прошли проверку по федеральной базе. Там собрана вся информация из медучреждений. Это первый уровень безопасности – отсев больных. После следующих этапов проверки до конечного потребителя не доходит 8% крови. Сюда поступает максимальное количество образцов, то есть абсолютно необследованная кровь, мы не знаем. То есть каждый образец воспринимается как заведомо инфицированный, и уже здесь принимается решение, все-таки он инфицирован или нет. Тестируют самое современное оборудование. Например, в этой лаборатории делают полмиллиона различных анализов ежегодно – на гепатиты, сифилис и ВИЧ. В соседней работают еще тщательней, уже с геномом вируса. И тоже по мировым стандартам. В современной медицине цельную кровь практически не используют, лишь ее компоненты. Здесь производят 20 наименований. Внизу осели клетки крови, эритроциты, сверху плазма. Вот верхний слой плазмы, он отделяется вот в этот пакет. Эритроциты, клетки, вот в этот пакет со специальным взвешивающим раствором. Затем продукцию ждут в отделе контроля качества. Мы не считаем там остаточные клетки под микроскопом, как это делалось 20 лет назад. На сегодняшний день этим занимаются проточные цитометры, когда мы уже можем посчитать рецепторы на каждой из клеток, и таким образом сделать вывод о том, какие клетки, насколько они соответствуют заявленному качеству и техническому регламенту. В иммуногематологической лаборатории кровь донора проверяют на совместимость с кровью пациента. Такой глубокий анализ требуется лишь в крайних ситуациях, объясняют врачи. Отправка компонентов в медучреждения поставлена на поток. Это уже, видите, даже уже подписано, это в областную больницу подготовленную, это вот хранится для 2-й Чкаловской. Запасы крови в центре большие. На сегодня область обеспечена, но останавливать работу нельзя, подчеркивают медики. И вот даже те новогодние праздники, да, там 10 дней, мы выходили в середине 5-6-го и каждый год выходим, потому что для того, чтобы вот этот временной рамок сохранить, мы должны работать. Остановиться нельзя вообще ни на день. Это вот не стратегическая пара страны, что вот, знаете, продукты питания, там, тушенку заложили в севера, и они лежат в случае войны сегодня. Это постоянный обменный фонд, который сегодня идет, потому что это живое, это клетки. Замороженная плазма может храниться 3 года, а вот срок жизни эритроцитосодержащих компонентов меньше полутора месяцев. Тромбоцитов и вовсе 5 дней. А вот в этой лаборатории работают с кровью, которую сдавали люди, решившие стать донорами костного мозга. Вычисляют набор генов, типируют, чтобы подобрать идеальную пару. Донор-реципиент. Тканевая совместимость встречается редко. В среднем одно совпадение приходится на 10 тысяч доноров. В российской базе 500 новосибирцев. И уже на пятерых из них поступили заявки из других городов. Работа продолжается. Ведь чем больше будет регистр, тем больше вероятность для пациентов подобрать генетически идентичного донора. А недавно нашим медикам удалось открыть и совершенно новые наборы генов. В мировом регистре 25 миллионов образцов. И такие, как у двоих новосибирцев, раньше ни разу не встречались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова